Всем привет дорогие друзья! Сегодня буду готовить шоколадный бисквит без разделения яиц. Рецепт очень простой и точно получится у всех. С этим бисквитом можно приготовить вкусный и красивый торт для любого праздника. Выпекать бисквит я буду вот в таком разъемном кольце диаметр 22 сантиметра. Дно я оборачиваю фольгой в два слоя. Блестящая сторона вверх. Форму я переставляю вот на такую формочку чтобы потом удобнее было переносить. Можно поставить просто форму на противень. Дно выстилаю пергаментной бумагой. Форму ничем не смазываю. Если вы хотите выпекать бисквит в другой форме другого диаметра формулу для пересчета ингредиентов вы можете посмотреть у меня на сайте. Я оставлю ссылку под видео в описании. Для приготовления теста мне понадобится муку смешиваю с какао и с разрыхлителем. Обычно для приготовления бисквита с какао я добавляю разрыхлитель, так тесто легче поднимается. Разбиваю в миску яйца. Вес одного яйца со скорлупой примерно 65 граммов. Я использую яйца комнатной температуры, так в них легче будет растворяться сахар. И бисквит я готовлю простым способом без разделения на белки и желтки. Добавляю соль и начинаю взбивать. Постепенно добавляю сахар и взбиваю все в пышную светлую массу примерно в течение 7 минут. Начинаю взбивать на малых оборотах, постепенно их увеличивая. У меня получилась вот такая очень пышная воздушная масса. Она увеличилась в объеме больше чем в три раза и посмотрите след от венчика сразу не исчезает. Примерно в три приема просеиваю муку с какао и разрыхлителем. Аккуратно все вмешиваю лопаткой. Стараемся сохранить всю пышность. Вмешиваем аккуратно, но вместе с тем, чтобы не было непромеса. Поворачиваем лопатку снизу вверх. В итоге должно получиться вот такое воздушное шоколадное тесто. Переливаю его в подготовленную форму. Тесто аккуратно разравниваю. Можно его вот таким образом еще провернуть деревянной шпажкой. Тогда внутри не будут образовываться пустоты. И теперь отправляю выпекаться в разогретую до 170 градусов духовку примерно на 40-45 минут. Конечно вы смотрите по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень. Включен верх и низ. Бисквит я достала из духовки. Выпекался он у меня примерно 45 минут. Какой он воздушный. При нажатии тесто возвращается назад и конечно обязательно надо проверить его готовность деревянной шпажкой. Бисквит получился очень высокий и красивый. Переворачиваю его на решетку. Снимаю верхнюю форму. Снимаю фольгу. Снимаю пергаментную бумагу и аккуратно тонким ножом прохожусь по краю формы. И теперь аккуратно снимаю кольцо. Вот такой шикарный бисквит получился. Оставляю его остывать на решетке. А затем, когда он полностью остынет, оберну его пищевой пленкой и оставлю полежать хотя бы часа 3-4. А лучше всего оставить его на ночь и использовать на следующий день. Тогда этот бисквит будет более насыщенный, более вкусный. Влага в нем распределится равномерно и его также будет очень легко разрезать на отдельные коржи. Я желаю всем приятного аппетита! Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук Позитивная Кухня. Всем пока!